Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Ставьте лайк авансом прямо сейчас, и мы начинаем. И мы все еще находимся на РДС в Москве в Печатниках. РДС Запад. Вчера у нас была квалификация, мы успешно ее прошли на седьмое место, то есть мы в топ-10. Это довольно неплохой результат. Было 53 или 57 участников, ну и, естественно, 32 из них только прошли. Сегодня самый важный, самый ответственный день мероприятия. Это, конечно же, парные заезды ТОП-32. Сегодня все и решится, так сказать. Сейчас с самого утра приехали в 8.30, прошли медкомиссию, и в 9 начинаются тренировки. Тренировок немного, полтора часа всего, парные тренировки. Потом будет, получается, брифинг и уже открытие соревнований, прямая трансляция и ТОП-32. Палатку расставили с самого утра, на ночь ее убирали. Разрешили здесь на ночь ее убирать, так что все в порядке. Теперь ее не унесет ветром. Парни подготовили техпарк, подготовили лавра полностью, проверили масло, посмотрели все. Сейчас он уже прогревается и готов к тренировкам. Проверим давление, ну и все, в принципе. Катаемся мы на Веслейке, у меня только Веслейк. Других никаких шин нету, но они, в принципе, и не нужны. На постоянном, как бы, держаке за цепи катаем. Тундра, как обычно, техничка. Все самое необходимое здесь. Еще сегодня будет выездной техпарк, то есть с утра и надо будет ехать туда, там уже обслуживать машину между заездами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сергей Стилов стоит отметить тоже не отстаёт от Михаила держится на хорошем близком но безопасном расстоянии и в принципе повторяет траекторию Михаила практически идеально ну и мы поздравляем всех фанатов Сергея Стилова с тем что он проходит в топ 16 Стилова! Стилов! заезд состоялся я прошел дальше в топ-16 если честно было волнительно но топ-32 всегда волнительный накосячил я и в начале с постановкой вылетел двумя можно сказать колесами за трассу и на перекладке она получилась какая-то слишком резкая меня вовнутрь затянуло я хорошо что выехал в пределах трассы потому что там могло быть все гораздо хуже сделал манжу уже доехал до конца альтеза за мной ехала она впечаталась немного в стену сорвала бампер получается но продолжила заезд за мной уже на расстоянии только под конец так чуть-чуть предогнала меня на самом деле волнительный был первый проезд потому что я понимал что я вообще не идеально проехал я видел что я вывалился за трассу и видел что я не взял полностью третий вот этот клип вообще никак полностью вот эти вот линии полоски далее мне гоша сказал что надо ехать аккуратно не пилить почему-то хотя я сейчас посмотрел все вот эти проезды я бы сказал на напили по полной но я аккуратно поехал на расстоянии держался из машины это расстояние казалось честно меньше на трансляции кажется довольно больше я просто проехал аккуратно, и все. Без всякого риска, без всего, на расстоянии корпуса полтора, наверное. И, если честно, конечно, я думал, вон мотаем, скорее всего, потому что неоднозначный проезд мой был. Но решение судей на моей стороне, поэтому я прошел дальше топ-16. В топ-16 я еду с Сильвией С-15. Вот так она выглядит. Мы тут заметили колеса от RX-8, Мазда колеса. Такая Сильвия. Видел, кстати, ее в Сочи. Пластиковая на втором GZ на сингл-турбо. Значит, Силла 600, я думаю, 500-600. Радик сзади. Думаю, попа у нее пластиковая, скорее всего. Ну, посмотрим. Ну да, конечно же, задней части нет. Ну, вот здесь вот, видимо, каркас железный остался. Едет на Вестлейке. 235-м, 18-м. 18-й разрешен 235-й, 17-й, 245-й. Ну, у него, кстати, тоже, по-моему, остаток. Новые и два заезда. У меня также новые и два заезда. И спереди Вестлейк. В салоне вот так вот. Одна сидушка. Ну что, слива пятнашка, есть пятнашка. На ваших экранах Стилов Сергей, Шатов Тарас, Казань, Санкт-Петербург. По 500 лошадиных сил плюс-минус. У обоих пилотов под капотом. И отправляются на старт. Сергей очень по такой хорошей широкой дуге начал этот заезд. Тарас не отпускает Сергея далеко. Не отпускает, но приходится немножко ему резать, чтобы быть поближе. Ну, имеет право, как преследователь он, на такие маневры. Приехал хорошо, хорошо. У тебя на постановке два колеса за трассой. Нормально. Без коррекции, все было нормально. По демпу медленно. Мы в третью, значит, гол заходим очень медленно. Просто мы ставим сиг... Нет, вот прям... Я переживаю, что он будет ждать. Он может от нас убежать на разгоне. Поехал он на два? Да, он был в одном угле и очень рядом. Где-то метр, метр. Нет, это даже не корпус, метр. Может быть, чуть метр-полтора. Меньше корпуса. Он был близко. Нужно сейчас будет работать. Не отпускай его на старт, самое главное. С самого начала. С самого начала. Билим. Итак, стартует второй заезд данного хита. Тарас резво отправился. Бросил просто свою сильную в постановку. Здесь прям практически на грани. О, как подъехал-то Сергей, хорошо и близко. Хорошо подъехал, да, действительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Только что прошел заезд в топ-8, к сожалению, я проиграл, блин, досадно, самое главное, что очень обидно, как я сейчас понял, проигрывать из-за технической проблемы именно, ехал первым, все, в принципе, сел в пределах правил, по клиперам, еду в последнюю дуку, то есть переложился в нее, газ открываю, и машина, и заглохла, и выпрямился, ну и Стефан, сзади, кстати, Стефан ехал, да, наш чел из Питера, И вот меня, бам, прилетел, думаю, ладно, капец, что происходит, непонятно, еду, она заглушенная, но монитор не вырубился, то есть масса осталась, все окей, завел, завелась, проехал здесь, пока на предтарт, да, вот пока на возвратке, газ пол дал, все нормально, ну, взяли 5 минут, рассмотрели все, провода там, акум может быть, синиться, еще что-то, все нормально, заезжаю на старт уже, и Стефан берет 5 минут, я вижу его на упадере прямо сейчас, оказывается, у него тяга загнута, я смотрел эти 5 минут, как они тихают, пипец, как, вот так вот, типа, плиз, плиз, включились, ну, мне хоть что-то сделать, показать просто красивый заезд, шансы в любом случае какие-то, но были, парни здесь помогали Стефану сочиниться, но тягу рулевую было не открутить, прикиньте, у него тяга погнулась всего лишь, и не поменяли за 5 минут, вот такая фигня бывает, поэтому мне там сказали, если он не успеет подчиниться, то тебя признали виновным в столкновении, если он не успеет выехать, то, значит, ты проиграл, я смотрел на это время, оно тикало, тикало, и все, ноль, и мне сказали, все, ну, отъезжай назад, ты проиграл, вот такой вот досадный проигрыш, мне кажется, шли хорошо, вверх, реально хорошо, и я уже прям катился, так, был готов, короче, нормально ехать, вот так. Парни тут собрали прицеп, собрали лавра, колеса погрузили, покрышки, которые мы тут покупали, палатка наверху у нас, с подписчиками пообщался, здесь много народу приходило, а вот, кстати, первое место, Альтеза, такой вот кубок мощный, она, кстати, была, по-моему, в моей сетке, по-моему, тут и такие вот хорошие новости, Илкин занял третье место, красава, он вчера на квале был первый, как вы помните, и третье место в личном зачете, я думаю, результат очень хороший за эти соревнования, заранее приехал и победил, красава, молодец, молодец, поздравления принимай, спасибо большое, такие еще медали, о, они тяжелые, здесь получается командный личный зачет, третье место, здесь победитель в квалификации, и кубки, командное место, третье место, слушай, еще тарелка за эту, за квал, максимально хорошо, а я тебе предлагал ехать за команду, сам факт того, что здесь профессионализм, и все равно есть определенное везение, да какой везение, ты хорошо ехал везде, стабильно, я-то нормально ехал, я скажу, что, ну, хорошо ехал, но сам факт того, что ты сам видел, что погода, погода, раз-два, резко поменялась, ты сидишь, как бы, охраневаешься, ну, да, красава, мы уже в Петербурге, с ребятами сейчас полностью разгрузились и в гараже, и отвезли Лавра сразу в бокс Диме Квасову, также оставили там пока прицеп, потом его перегоню, если честно, конечно, немного подустали ехать, сейчас 5 часов утра, я на заправке заправляю тундру, тундра с прицепом жрет просто безбашенно, мы тут обнулили средний расход, и он, по-моему, 36, короче, в среднем она жрет бензина, но зато комфортно едешь, можно перевести всю команду, зип в кузове, ну и, конечно же, ее динамика с прицепом реально радует, впечатляет, даже так скажу, потому что она может ехать довольно интенсивно, да, она может обгонять с ним, ну, короче, круто она едет с прицепом, это факт, поначалу, конечно же, расстроился из-за этой технической неполадки, но потом понял, что никто от этого не застрахован, даже у Джеймс Дина в каком-то там важном заезде топ-4 или топ-8 была какая-то фигня там с мозгом, что-то просто отключилось на время, и машина заглохла, ну, примерно как у меня, написал уже Диме, он сказал, что, конечно же, решим эту проблему, сразу начнем искать, что же там случилось, мы сейчас смотрели с GoPro-хи исходник моего онборда, и там видно, что тахометр в отсечку, потом пропадает, получается, все, высвечивается варнинг, что бедная смесь, и машина потухает, или она потухла по какому-то варнингу, или это просто, как бы, ну, то есть она сначала потухла, а потом он уже показал, что, типа, бедная смесь по приборке. На самом деле, с учетом того, что после выезда Лавр работал просто идеально, и, ну, ничего мы в нем не делали вообще, сколько он уже, и Мацури отпахал, да, и тренировки, даже в Минске был, там, правда, мало покатались, но все же, ну, как бы, я считаю, что, ну, может такое быть, может такое случиться с машиной, все, заплатил за очередные 126 литров бенза, можно ехать домой. Тундре, вон, пишет, что пора делать ТОшку, но мы много путешествуем за последнее время. Так что я к чему это? Не надо грешить на какие-то, там, типа, технические проблемы, или, там, технические неусмотрения, всякое бывает, сами понимаете, тачка гоночная, тачка дрифтовая, да, и поэтому то, что с ней случилось, какая-то фигня непонятная, блин, это часть этого спорта, потому что даже, с учетом того, что у меня лавр собран, там, не на супер жирах, но даже послушав истории, когда машины реально за такие деньжища собираются, на таких компонентах, они выезжают, там, на первый выезд, на первые выезда, на первые соревнования, и у них, там, просто куча проблем выскакивает. Вот, у меня никаких проблем не было, я реально, там, на Мацури вообще катал, просто два дня не передыхая, здесь тоже тренировался по полной программе, ну, сколько можно было тренироваться, я тренировался. У нас была похожая тема, не помню, я говорил или нет, когда в первый день тренировок, как раз-таки, отлил бенз, как мне показалось, в баке было 50%, я поставился, нажал газ, и она точно так же сделала, так же заглохла, я подумал, что отлил бенз, мы удалили бензу, и все стало в порядке, больше этой проблемы не было, и вот сейчас было точно так же, то есть, я переложился, нажал газ, и она вот сделала так, и заглохла, причем я думал, может быть, это масса отлетела, но когда масса выключается, я тоже тестил это, выключается монитор полностью, а монитор полностью не выключится, ну, дэшборд. Поэтому или это какая-то отсечка, или это какая-нибудь еще штука, может быть, там, какой-нибудь глюк с электрикой, ну, типа, или с напряжением. Обязательно найдем, в чем причина, обязательно вам скажу, расскажу, чтобы на будущее, понятно, что все не проверить, да, все с собой там не взять, тем более в заезде, в важном заезде. Еще я подумал, что если, например, это какая-то отсечка по детонации, или там еще почему-то, тут сразу, знаете, такие весы. Вот что сделать, например, ну, в гонке, да, сохранить мотор, да, и он заглохнет у тебя в самый ненужный момент, когда до финиша, доехать остается буквально там пару секунд. Или все-таки доехать там на каким-то варнинге, вот, опять же, знаете, когда кто-то положил мотор, да, сразу спрашивается, а что мозг его не заглушил? А тут, с другой стороны, осталось доехать совсем чуть-чуть, и мозг, например, там заглушил его из-за варнинга. Я не говорю, что сейчас был варнинг у меня, я просто к тому, что вот как лучше, чтобы мозг все-таки сохранял мотор, да, в какой-то ответственный ваш момент, когда вы там ехали всей командой на какие-то супер важные мероприятия, да, и у вас просто там в топ-8, в топ-4 или в финале еще хуже, например, да, отказывает тачка. Ну, не отказывает, просто глушится из-за варнинга. Или все-таки, например, на соревнования эти все варнинги вообще отключать. Понятно, что на тренировке можно не отключать, а, например, на сами соревнования все отключать и ехать уже чисто, чтобы доехать как-то так. Поэтому вот такая мысль для размышления. Ребята, и на этом наш видосик подходит к концу. Огромное спасибо, что посмотрели его, спасибо за поддержку, спасибо всем тем, кто приходил, болел, передавал мне подарки, которые я покажу в следующих видосах обязательно. Передавал хомуты. Огромное всем спасибо, респект, кто был на трансляции, кто зашел там на сайт посмотреть трансляцию, потому что трансляция, я понимаю, что не просто там в YouTube зашел и посмотрел. Огромное спасибо, что за меня болели, топили. Я старался не подвести. Здесь, к сожалению, вот как сложилось, так сложилось. Но, опять же, это хороший урок, да, хороший опыт получили. Я думаю, мы еще вернемся, и у нас точно есть шансы проехать куда лучше. Поэтому огромное спасибо за поддержку, спасибо за поддержку этого ролика лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, Сергей Стилов. И с вами, как обычно, был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь, и до новых встреч.